Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и у меня для вас повод для праздника, если кто-то вдруг искал. Вчера исполнилось 30 лет Циве. Да-да, 30 сентября 1991 года вышла первая игра из серии Seedmers Civilization. Я не собираюсь делать обзоров, тем более, что я их уже наделал кучу, и если вам интересно посмотреть про каждую цивилизацию обзор, обратите внимание на прикрепленный комментарий, там есть ссылки. А также я делал видео о геймдизайнере первой Цивы Брюса Шелли, тоже ссылка в прикрепленном комментарии. Так что смотрите, это видео, скорее, такой подкаст-говорильня о том, как на нас с вами повлияла Цива вообще в жизни и в наших игровых предпочтениях. За 30 лет существования цивилизация стала практически отдельным жанром. Да, она относится к 4Х глобальным стратегиям. Кто не в курсе, что такое 4Х, это extermination, exploration, и там что-то еще с X связано, то есть исследования, убийства и так далее, и так далее. Но именно про развитие человечества, вот эта квази-историчность, есть только в Seedmers Civilization и в недавно вышедший Humankind. И немногие вообще игры выдерживают такой долгий срок, чтобы 30 лет постоянно быть на слуху и выпускать новые версии. А что лично для меня ценно, как любителю игр, что каждая из этих Seedmers Civilization обладает собственным шармом и собственными игровыми механиками, которые отличают их друг от друга, и интересны они сами по себе. Поэтому есть отдельно любители шестерки, любители пятерки, любители четверки, которые говорят, все, развитие цивы закончилось только на четверке, она самая интересная, дальше какая-то казуальщина была. Тут сзади к ним подкрадываются любители тройки и тоже начинают рассказывать, что вот в четверке все оказуалили, только тройка самая крутая. Но на самом деле все понимают, что самая крутая была именно первая Seedmers Civilization с квадратиками, пиксельной графикой и вот этим вот всем. В обзоре про первую циву я же рассказывал, как я познакомился с серией. У меня на районе был компьютерный клуб в Жессе, куда я ходил играть в Диггера, в Формулу-1, и там что-то еще было. Короче, тотально казуальные игры. Пока однажды не увидел, как на соседнем мониторе чувак просто передвигает какие-то квадратики, и там было вообще непонятно, что происходит на экране. А усугублялось это еще и тем, что экраны в том компьютерном клубе были черно-белые. Я вообще не представляю, как можно в циву в черно-белом цвете играть. Видимо, он по оттенкам серого разбирался, что происходит. Так меня это заинтересовало, что я стал разбираться, что за фигня такая. Потом у нас в школе началось УПК. Я не знаю, знают ли современные школьники, что это такое. И вот там, в недрах компьютера, у нас, по-моему, какое-то делопроизводство, что ли, на УПК было. Я нашел опять циву, играл там, сохранялся. У меня компьютера не было. Появился только, по-моему, в 11 классе, что ли, или в 10. Потом вышла и вторая цива, и там был вообще разрыв мозга. Там, представляете, не квадратики, а настоящие юниты. И на них вид не сверху, а с какой-то изометрией, что ли. И пошаговость тогда завораживала, что можно подумать, поразмышлять. Каждый ход важен. И именно из цивы я пошел в шахматы, например, заниматься шахматами, а не наоборот. И там уже на шахматах меня научили более глубокому пониманию тактики и стратегии. Потому что надо думать наперед, зачем ты делаешь тот или иной ход. И пытаться понять, почему тот или иной ход делает соперник. И вообще вот эта попытка стратегически охватывать как можно больше аспектов, чтобы понять, к чему это в будущем может привести через сколько-то лет у меня именно из цивы. И оттуда же любовь к истории. Потому что если вначале ты просто двигаешь юниты, потом начинаешь читать технологии. Оттуда начинаешь понимать, почему то или иное открытие так было важно для человечества. Понятно, что с возрастом технологическое дерево в циве кажется притянутым за уши. Но для начала, для вот этого проникновения в историю, чтобы появилась влюбленность и интерес к развитию человечества, цива, по-моему, незаменима. На таком простом игровом материале, и мне кажется, довольно простыми методами, игроку рассказываются сложные процессы, происходящие в человеческом обществе. И отсюда у меня вообще любовь к любым стратегиям, там, тайкунам, градостроительным. Потому что в игровой форме, в стратегиях мы приближаемся к пониманию той или иной человеческой области. City Skylines демонстрирует проблемы с трафиком. Оно, важность логистики и развития доставки товаров. Что, кстати, сейчас очень актуально на примере проблем в Британии, когда после Брексита поувольнялась куча зарубежных водителей, и в Британии теперь проблемы с доставкой товаров в магазины, потому что тупо не хватает водителей в траке. В ЦИВе всегда есть вот этот тонкий баланс между стратегической глобальностью и тактической точечностью, что ли. Между микроменеджментом и макроменеджментом. С одной стороны, тебе много данных надо держать в голове, но их не настолько много, чтобы ты устал. Это не Беном Ньютона, слава богу. И каждая часть серии приносит и новые идеи, и интересные открытия, и всё равно погружает в себя. Я не могу сказать, какая ЦИВа для меня самая любимая, потому что я уже ко всему происходящему отношусь как просто к одной большой глобальной игре, Seedmers Civilization. Но вас прошу написать в комментариях, во-первых, с какой ЦИВы вы начинали, во-вторых, какая ЦИВа у вас любимая и почему. Ну и, конечно же, как эта игра повлияла на вашу жизнь и на ваши игровые предпочтения. С моей жизнью, думаю, всё понятно, у меня аж игровой канал есть по этому поводу. Лёша играет, называется, кстати, загляните, посмотрите, там много интересных видео. Ну а жизнь, ну, например, тот же мой переезд из Беларуси в США. Наверное, вот это умение мыслить на несколько лет вперёд, а я записывал видео и говорил, что то, что произошло в Беларуси, будет ещё за несколько лет до всего происходящего, и что именно так жёстко это всё будет заканчиваться и закрываться. Мне кажется, что вот это моё умение мыслить намного вперёд именно благодаря Сид Мэйер Сивилизейшн, в которую я играю, вот боюсь ошибиться и сказать, что с 91-го года, но с 92-го это точно. Спасибо Сид Мэйеру и всем причастным к созданию этой великой серии, и, по-моему, у всех нас есть повод в выходные отметить. Во всяком случае, я сегодня точно подниму бокальчик за ЦИВу. Что ж, спасибо, что досмотрели. Пожалуйста, в комментариях жду ваших историй о ЦИВе. На этом всё. Играйте в умные игры. Всем пока. ЦИВ-фанцы, вы лучшие фанаты в гейминге. Спасибо за 30 хороших лет. И мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры. И всем пока.